Доброго дня! Что-то сегодня будет интересное, заманчивое. Мы будем предлагать вам принять участие в наших викторинах, потому что вопросы, которые мы заготовили, тоже непростые. А с научной точки зрения даешь науку в массы. Так мы сегодня обозначили нашу тему и сегодняшние наши гости. Вот мы видим сейчас, они уже пришли не с пустыми руками, а что-то тут у нас творится и происходит. Что это, если вы догадались, можете, кстати, уже готовить свои вопросы к нашим сегодняшним гостям. Это Центр молодежного инновационного творчества. И с нами здесь его директор Денис Соляников. Денис, здравствуйте. С нами здесь менеджер проекта Мария Жукова. Мария, здравствуйте. И Дмитрий Курунов, руководитель Центра. Здравствуйте. Адская машина какая-то здесь. Дмитрий сидит ближе всех, и именно он управлял этим. Что пока мы сейчас скажем нашим зрителям, это у нас тут происходит? Это 3D принтер, который в данный момент печатает шестеренки, модель. Шестеренку моделировали наши дети, к примеру, да. Она будет печататься еще недолго, поэтому скоро будет. То есть мы результат увидим в прямом эфире. Да, я думаю, да. Здорово. Ну давайте начнем с самого начала. Денис, Центр молодежного инновационного творчества. Что это такое, для чего, кем, как создан? Ну, начнем с самого начала. Данные центры были созданы, создаются, в принципе, нашим государством во многих регионах страны. В 2014 году в Самарской области было создано 4 подобных центра. Мы один из них. Располагаемся мы в центре города, на улице Галакционовской. Основная задача данных центров, это в первую очередь работа с детьми и развитие их интереса к научно-техническому творчеству. То есть в центре дети учатся различным дисциплинам на высокотехнологичном оборудовании, которым располагает центр. Дисциплина – это робототехника, 3D-печать, которую мы с вами здесь видим, 3D-моделирование. Ту шестеренку, которая сейчас печатается, она была замоделирована в программе нашими детьми, которые у нас учатся в данный момент. Это программирование и это различные иные дисциплины, связанные с научно-техническим творчеством. Также у нас есть достаточно большое количество разнообразного оборудования, с помощью которого мы можем оказывать различные услуги, как по быстрому прототипированию, то есть изготавливать какие-то макеты, так и по фрезеровке, гравировке и прочему. То есть этим мы всем располагаем. Основная задача – это работать с детьми, со школьниками в возрасте от 7 до 15-16 лет и даже с людьми постарше. Ну, а раз вы являетесь директором такого центра, все равно же был какой-то интерес к каким-то дисциплинам, науке и так далее. Вот как так случилось? Да, конечно, ну, не могу говорить слово «директор», на самом деле это, я считаю, это всегда слишком формально. Для нас мы являемся командой, мы команда центра, и мы работаем все вместе над одной задачей. Наша задача, она простая, да, это замотивировать детей заниматься научно-техническим творчеством, затем становиться предпринимателями, продавать свой технический, высококонкурентный продукт. Желательно оставаться в России и не уезжать никуда. Да, конечно, естественно, или же работать на экспорт, это идеально. Естественно, идти на, учиться на технические специальности в различные вузы. Но, да, мой личный интерес, конечно, был, потому что сам я заканчивал техническую специальность, математику, информатику. В детстве я достаточно много времени проводил в занятиях лего, то есть занимался построением конструкторов. И наши дети, они и начинают в первую очередь с работы с конструктором лего, который только отличается от обычного тем, что он позволяет себя программировать. То есть дети у нас делают роботов, они их программируют на различные задачи, вот, и эти роботы впоследствии они могут реализовывать какие-то их собственные, да, там, желания, потребности. То есть банально делают какие-то машинки, которые с помощью датчиков движения определяют положение объектов в пространстве и так далее. Смотрите, страшные вещи какие-то, мне кажется, для тех, кто далек от этого. Друзья, 202-11-22, это телефон прямого эфира, вы можете уже задавать свои вопросы. Ну и самых юных, тех, кто занимается какими-то интересными науками, дисциплинами. Вопросы у меня сегодня тоже подготовлены, и билеты на спектакли в Театр Город сегодня разыгрываем. Итак, вопрос для, наверное, всех физиков в том числе, кто хорошо учится, хорошо занимается. Вопрос на быстроту и скорость. Что же произойдет с железом, дорогие наши зрители, если его нагреть до 5000 градусов Цельсия? Звоните, 202-11-22. Ну, Денис уже сказал про большую дружную команду. Мария, руководитель проектов и вообще просто человек, я так понимаю, тоже ответственный к науке, неравнодушный. Как попали и что можете сказать про центр уже с женской, так скажем, точки зрения? На самом деле, как мне кажется, мы занимаемся достаточно интересной работой, да, и точно так же я была замотивирована чем? Во-первых, это научно-техническое творчество, что меня всегда привлекало, так как я тоже окончила технический бус, у меня достаточно серьезная специальность. То есть такие физики против лириков. Да, достаточно серьезные специальности, плюс, как мне кажется, мы делаем хорошее дело, потому что дети должны заниматься на компьютере, не только уметь, к примеру, играть в компьютерные игрушки, но и понимать, как компьютер можно использовать. Ну, пользу, пользу, конечно. Да, какую-то пользу, чтобы он приносил, и когда дети приходят к нам в центр, и им нравится, и плюс они еще чувствуют, что от этого получают пользу, а прежде всего родители это видят, что они от этого получают пользу, это вдвоем неприятно. Дети у нас самые лучшие, я могу сказать, занимаются они в группе по 10 человек, и группа у нас комплектуется по возрастному принципу. То есть у нас дети совсем маленькие, да, начальная школа, средняя школа и старшая школа. И вот таким дружным коллективом они занимаются. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Нина, скажите, вы к науке человек равнодушный или интересуетесь? Интересуюсь, конечно. Так, скажите, пожалуйста, есть ли у вас детки? Детки есть, да. Так, а какого возраста? Ну, 25. Ну да, для того, чтобы определяться в жизни, уже немножко поздновато. Но в любом случае, я так понимаю, что вы... Какое заканчивали направление в учебе? Какой вуз? Технический? Я планово-экономический вуз заканчивала. Ага, понятно. Но, тем не менее, я так понимаю, с физикой тоже дружите? Ну, конечно, физику в школе изучали. Ну, изучать-то это одно, а помнить и знать это другое. Давайте тогда вам вопрос, как практически на экзамене, что же случится с железом, если его нагреть до 5000 градусов Цельсия. Как вы думаете? Ну, я считаю, что оно стоит безобразным. Угу. Откуда вы знаете? Подглядели где-нибудь или вспомнили? Это действительно правильный ответ. Вам достается билет на спектакль Театра Город 22 ноября. Музей Алабин вас приглашает. Спектакль «Дядя Вить. Возьмите меня в жены». Вот такое название. Я думаю, стоит сходить развеяться. Спасибо большое. Ну, у нас тут тем временем страшные звуки, конечно, извлекаются. Такое ощущение, что там маленькие роботы какие-то что-то делают и так далее. Дмитрий, у нас тоже один из руководителей центра. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в работу в такую с детьми? Каково это общаться, работать, трудиться? Рассказывать им что-то о себе, о своих каких-то таких успехах? Ну, я занимался селетвинтерами уже, наверное, на протяжении двух-трех лет я занимаюсь этим направлением. Сначала просто интересно было, сам изучал. Потом уже открыл как бы свой сервис. И постепенно, постепенно вот дошел до центра молодежного творчества. Это техника будущего? Да нет, настоящего. Настоящего? Настоящего. Какова польза от этого устройства? Ну, при помощи этого устройства можно сделать из пластика, из различных видов пластиков практически любую трехмерную модель. Любого размера? Ну, размер ограничен областью печати конкретного принтера. То есть, все разные у принтера, они разные. Ну, а чему дети учатся, изучая вот это вот все? Моделирование, 3D принтеры и так далее. Они работают в специальных программах каких-то? Да, если говорить про направление 3D-печати, то они используют специальные программы 3D-моделирования, CAD-программы, начинают на начальном уровне программах, которые достаточно доступны начинающим, в том числе и детям. И постепенно двигаются уже к профессиональным инструментам, инженерной, такой уже... Ну, как профессор, так немножко, не знаю, учите чему-то, даете какие-то знания, видите успехи какие-то детей? Конечно. Они моментально начинают работать за компьютером по-нормальному. То есть, вот то, о чем говорила Мария, то, что для них компьютер часто это игровая приставка. Просто игрушка, да, конечно. Здесь мы сразу им даем целый набор программ, которыми они могут пользоваться, в том числе и приходя домой. Часть этих программ работает, в том числе на телефонах или планшетах, на мобильных платформах. Поэтому все это им достаточно интересно, и все это сразу доступно. Ну, не все, конечно, но большая часть доступна. Главное заинтересовать. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Екатерина. Екатерина, у вас есть вопрос к нашим гостям? Нет, я хотела бы ответить на ваш вопрос. Так мы же выяснили уже, что у нас, да, железо испаряется, превращается в газ, и вообще просто все, ничего не остается фактически от него. Спасибо большое. Если есть вопросы именно к нашим гостям, друзья, воспользуйтесь телефоном прямого эфира 202, 11,22. Каков у нас там процент загрузки-то изделия? 99. Уже практически, да, уже 99 процентов практически готово. То есть сейчас мы с вами увидим шестеренку, да, какую-то простейшую вещь. Не ошибаюсь, вот она уже была только что до оконченной печати. То есть ожидание задания, принтер ждет следующее задание. Поэтому я думаю, что сейчас мы сможем это шестерем как-то снять, да, и показать в принципе. Давай, Дмитрий, попробуем это сделать. Как нам это сделать, дорогие наши операторы? Забирайте, да, вытаскивайте, не стесняйтесь. Она уже, наверное, не горячая. Я не знаю просто, из чего она сделана, из пластика. Что за материал, кстати? Это пластик, то есть специальный пластик, который, ну, фактически он идет в виде катушки. Затем из катушки данный пластик подается в так называемый экструдер в самом принтере, который его плавит и по 3D-модели распечатывает там данный объект. Угу. Вот первое, что вы напечатали, когда у вас появились эти принтеры, что это было интереснее? Вот она катушка, только что напечатанная 3D-принтером. Фактически он потратил на это примерно 10 минут на то, чтобы распечататься. Соответственно, естественно, модель необходимо немножко довести, то есть открепить ее от стола стеклянного, вот, ну, и смотреть ее поближе, если у нее какие-то дефекты. Сейчас Дмитрий ее, думаю... Давайте мы положим и покажем ее крупным планом, так скажем, нашим зрителям. Но это, то есть, это какая-то простейшая вещь. На самом деле существуют возможности у принтеров гораздо более широкие, как известно, потому что фактически с помощью нескольких 3D-принтеров можно печатать какую-нибудь большую модель. Так, например, на 9 мая, на 70-летие Победы, мы печатали большую Родину-Мать примерно вот такого формата из различных частей, затем ее склеивали, клак красили, и получилась такая большая статуя, которую затем мы передали в экономический вуз, в музей, как память о том подвиге, который совершили наши предки. И в идеале, конечно же, образовательный процесс у нас насыщенный, разнообразный, но мы надеемся, что наши дети в результате смогут пользоваться данными устройствами без каких-либо сложностей. И затем, мы так рассчитываем, по крайней мере, то, что дети будут программировать какого-то робота, потом печатать для него корпус, наносить на него собственные, возможно, эмблемы, и использовать его уже для представления на каких-то конкурсах, выставках. В проектах. Да, в каких-то проектах. У нас, да, мне кажется, очень много таких сейчас конкурсов, фестивалей, где можно так блеснуть своими знаниями. Да, к счастью, к счастью, да, возможности сейчас есть, и как раз в этом направлении мы также планируем работать. Вот, ну и, естественно, мы надеемся, что дети, которые у нас учатся, в результате, они смогут так или иначе прийти к идее коммерциализации своих идей, то есть понять, как на них они могут зарабатывать. Это идеальная картинка. Сейчас мы только начали, сейчас у нас учатся порядка шести групп, в сумме около пятидесяти человек. Учатся они уже два месяца, но мы надеемся, что нас ждут какие-то серьезные результаты. У нас есть фотографии, кстати, которые тоже можно нашим зрителям показать, а вы, пожалуйста, дорогие наши гости, рассказывайте, что мы видим. Сейчас мы видим с вами детей, которые, если не ошибаюсь, моделировали в одной из программ робота какого-то, да? Дмитрий, я думаю, прокомментирует более подробно. Да, это урок по 3D-моделированию в группе младшей школы, то есть это ребят с 1 по 3 класс. У них достаточно простая программа в использовании, и эта программа дает возможность им сделать модель такого шарнирного робота, у которого достаточно степеней свободы, он двигается, весь изгибается. И на примере подобных роботов мы разбирали с детьми различные варианты шагающих роботов, как их можно было сделать. А ваши педагоги, это что за люди? Кто это? Это какие-то специалисты, это выпускники вузов, или молодые какие-то там подающие надежды ученые? Кто эти люди? Наши педагоги в данный момент это ребята, которые заканчивают вуз, которые учатся на пятом, на пятом или же каком-то другом последнем курсе. Это люди, которые, в принципе, глубоко заинтересованы в данной сфере, которым интересно как научно-техническое творчество, так и работа с детьми, и которые в целом видят себя в данной профессии. То есть у нас молодая команда, как вы можете видеть сюда. Конечно, мы еще познакомимся с педагогами. Да, с педагогами мы еще сегодня встретимся. И, естественно, у нас такие же молодые классные педагоги, которые вы видели буквально на низких фотографиях, а сейчас, то есть ребята, так то, как они работают именно с детьми. Марина, а вот наверняка сейчас нас смотрят родители, бабушки, дедушки, которые задаются вопросом. Всех ли берут в ваш центр какой-то кастинг или какие-то знания каких-то предметов должны быть? Каковы условия приема в ваш центр? Нет, какого-то особого кастинга у нас нет. Самое главное — это желание учиться, познавать что-то новое. Если ребенок увлекается научно-техническим творчеством или его родители желают заинтересовать научно-техническим творчеством, то они могут зайти к нам на сайт 7.63, оставить заявку. И, собственно говоря, мы созваниваемся с родителями, рассказываем про себя более подробно, потому что все равно родители, они... Ну, сначала они скетически, конечно, настроены, но когда мы начинаем рассказывать, когда мы приглашаем на открытый урок, дети могут посидеть, посмотреть, потрогать своими руками. То есть бывают такие уроки, да? Да, конечно, мы проводим открытые уроки именно для того, чтобы дети смогли адаптироваться и понять, нравится это или нет. А родители успокоились, да, и поняли, что это действительно с пользой, и что их ребенок не просто так где-то проводит время, а с пользой. Вот эти два месяца, есть ли какие-то результаты, которые, допустим, ребята говорили, вот мне в школе это помогает, я там вот на уроке что-то ответил. То есть какая-то статистика есть у вас? Ведете что-нибудь? Они делятся своими впечатлениями? Статистики впечатлений пока не ведем, но я думаю, когда педагоги уже будут рассказывать, они скажут более подробные впечатлениями детей. А я знаю дополнительную какую-то информацию, да? Я что-то вот могу. На самом деле мы проводим организационные собрания с родителями для того, чтобы как раз собрать обратную связь. Родители с удовольствием приходят, мы делимся впечатлениями, они рассказывают, что нравится, что не нравится, но благо пока только положительные эмоции, положительные впечатления, дети довольны. И, собственно говоря, это лучшая оценка нашей работы, и никакая статистика тут не сравнится. Есть звонок у нас, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лилия Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос у вас есть к нашим гостям? Да, естественно. Очень интересное направление. Я работаю тоже в области образования, и наш центр детского творчества тоже занимается именно техническим творчеством. Мне хотелось бы узнать, где ваш центр располагается в городе Самара, как туда привезти наших детей на экскурсию. И вообще, мы бы хотели тоже развивать именно робототехнику, но у нас такие сейчас немножко проблемы. Найти молодого специалиста, именно робототехника, и как вообще привлечь, какие пути найти. Я просто замдиректора по учебно-воспитательной работе этого центра, поэтому мне очень хотелось бы связаться с этими молодыми людьми, очень одаренными, талантливыми. Я вот смотрю на них, просто радуюсь и удивляюсь их потенциалу работать с детьми, именно развивать их в техническом, научно-техническом, спортивно-техническом направлении. Хорошее предложение вам сейчас поступило, Денис. Ну, ответ на слово держите. Да, мы находимся в центре города, на улице Галактионовской, 118А. Это пересечение со студенческим переулком. Там находится центр, каворкинг-центр, и мы соседствуем с ним на одной площадке в одном здании. Всю информацию о нас можно найти на нашем сайте, cmit63.ru, английскими буквами. Там же есть все телефоны контактные, поэтому очень будем рады, если вы с нами свяжетесь в ближайшее время, и мы обязательно найдем возможность для сотрудничества и возможность, естественно, для того, чтобы провести экскурсию для ваших детей. Вот поэтому спасибо огромное за вопрос. Если что-то есть еще, готов также ответить. Звоните, друзья, 202-11-22. Время еще есть. Если есть какие-то, может быть, моменты, комментарии, что-то хотите выяснить, в режиме реального времени это можно сделать, не стесняйтесь. Я смотрю по фотографиям, все-таки мальчишек-то больше преобладает, да, получается? На самом деле мы такие довольны, что у нас наконец-таки появились девочки. Так, мирнодушные. Да, у нас в средней школе появилось аж три девочки, и девочки, которые с легкостью справляются со всеми задачами, которые перед ними ставят преподаватели, они настолько заинтересованы, то есть они приходят, занятия не пропускают, и это очень радует. Потому что изначально, да, у нас приходили только мальчики, и мы, в принципе, так и думали, да, что в основном это будет интересовать ребят, но нет, к сожалению, мы ошиблись, и теперь у нас есть и девочки. Ну, какие дисциплины, как часто у вас проходят занятия, как это происходит все? Кто расскажет? Дмитрий, давай. Занятия проходят у нас два раза в неделю в каждой группе. Занятия составляют по времени, полтора часа занимает. А дисциплины, из дисциплин можно выделить такие дисциплины, как программирование, конструирование, это работа уже с конструктором непосредственно, с лего, а в дальнейшем с ардуино. И 3D-моделирование, 3D-печать как направление, на котором они уже узнают основы моделирования трехмерной графики и, соответственно, печати ее уже на 3D-принтерах. Наверное, что-нибудь оставляют тебе на память, уносят домой, показывают родителям, одноклассникам? Печатают, печатают, забирают, показывают. Все, что они печатают, они забирают. А какие-то еще дисциплины будете вводить в ближайшее время? Есть мысли какие-то? Ну, у нас, на самом деле, в плане образовательной программы, у нас план существует на ближайший год. То есть сейчас у нас ребята проходят такой подготовительный курс в два месяца, когда они изучают различные дисциплины. Скажем так, сверху, затем они будут более углублены в дисциплину робототехники и, естественно, будут работать по 3D-моделированию, 3D-печати. Но сейчас ребята у нас начинают учиться с конструктором LEGO. То есть это конструктор, который, да, позволяет программировать, позволяет создавать до какого-то робота, заставлять его что-то делать, но у него есть определенные ограничения в плане возможностей. Поэтому сейчас ребятам преподаются основные принципы. Принципы работы с робототехникой, принципы работы с 3D-моделями. Затем впоследствии они будут переходить с конструктора LEGO на нечто более сложное, на платформы Arduino, так называемые, которые они смогут программировать и которые дадут им гораздо больше возможностей для маневров, когда они смогут воплотить в жизнь то, что у них будет в голове, когда они смогут воплотить в жизнь свои фантазии. Угу, заманчиво звучит, друзья. Есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, а вот на ваши курсы попасть можно в любое время? Или как-то, ну, там, в какой... Набор, понятно. Спасибо. Вот сейчас, если кто захочет. Да, у нас сейчас постоянно идет набор, вот, буквально, да, следующая, вот эта суббота, которая будет, и пятница, у нас набираются группы, как раз начальная школа и средняя школа. Вы можете позвонить, опять же, да, все контакты есть на сайте, и мы вас запишем обязательно. Угу. Ну, а теперь, друзья, ну, не скажу, что смертельный, но все же ожидаемый очень поворот. Через пару минут в нашей студии появится тот самый преподаватель по робототехнике, о котором многие центры мечтают. От нами появятся здесь преподаватели по программированию, и что они нам интересного расскажут. Я думаю, мы с большим удовольствием узнаем. Ну, а для всех неравнодушных к науке еще один такой вот вопрос. На этот раз у нас химия. Сколько элементов, не металлов в таблице Менделеева? Если знаете, звоните 202-11-22. Ну, а мы с вами увидимся через пару минут. Кто не знает дядю Степу? Дядю Степу знают все. Открыть памятник знаменитому милиционеру собрались сотни самарцев. Его автор, народный художник СССР и России Зураб Церетели, приехал на открытие. Эта скульптура – первая его работа, установленная в Самаре. Автору интересно мнение горожан. Когда откроем, вот там будет все сказано. Какой образ, какой стойка, какая пропорция. Похоже или не похоже. Бронзовый дядя Степа в форменной шинели и фуражке широко шагает по самарскому арбату мимо светофора, который по высоте немного превышает рост великана-милиционера. Снизу на дядю Степу с восхищением смотрят дети. Высота всей скульптурной композиции почти 6 метров. В памятнике мне больше всего понравился его рост большой и то, что вокруг стоят дети. Он был очень большой в мультике, и мне очень понравился его памятник. Я бы хотела посмотреть его еще раз. Мы живем здесь рядом, и теперь каждый вечер будем ходить любоваться. Знаменитого дядю Степу Сергей Михалков написал 80 лет назад. Образ смелого милиционера был примером для многих поколений советских мальчишек и девчонок. Немногие помнят, что в 70-е годы прошлого века и в Куйбышеве жил свой дядя Степа, милиционер, которого знали и уважали многие горожане. Правда, фамилией его была не Степанов, а Малинин. Такие герои были и будут всегда, уверен сын знаменитого поэта Никита Михалков. Это замечательно, что в городе есть интерес и желание помнить тех, кого не было на свете никогда, но которые остаются в памяти, потому что они продолжают работать. Персонажи эти продолжают работать. Они воспитывают молодое поколение. Отец мой сказал, сегодня дети, а завтра народ. Поэтому я очень благодарен вам от имени семьи нашей. Этот памятник, как и многие другие, в Самаре изготовлен на частные средства. В этот раз это пожертвование ветеранов и сотрудников полиции, а также почетных жителей Самары. За четыре года работы оргкомитета «Культурная Самара» в областной столице установлено немало арт-объектов. Дядя Степа стал 17-й скульптурой, которая будет украшением Самары. Ну что, вот в руках у меня такие 3D-бусики, которые напечатаны, кстати, тоже на 3D-принтере. Мы сегодня говорим о науке и не только о том, как привлечь молодых, замечательных ребятишек, юных, подающих большие надежды в центр творчества, инновационного творчества. И у нас буквально несколько минут назад прозвучал вопрос по химии. Сколько же элементов неметаллов в таблице Менделеева? У нас есть пытливый, дозвонившийся. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Я так понимаю, вы в школе уже не учитесь? Нет, я уже закончила. Какой вуз заканчивали? Какое направление? Технически? В школе у меня в спец физических кубет. Так, ну, даже нечестно вам такие вопросы задавать. Но все же, давайте отвечайте. Сколько же неметаллов? Ну, я, если честно, с химией плохо, с физикой больше. Это два разных направления шло у нас. Вот. Может быть, 22? Может быть, вы, в смысле, просто число взяли из памяти? Или где-то подглядели? Или посчитали? Или у вас табличка Менделеева с собой? Посчитала. Понятно. Ну, наверное, лукавите, но все же это действительно правильный ответ. Вам достается удивительный, пригласительный. На премьеру театра «Город», о которой мы говорили буквально в недавнем эфире. Это Марьина Поля. Фантасмагория, действительно посвященная 70-летию Победы. Завидуем вам. Отправляйтесь на спектакль уже 21 ноября в музей Алабина. Спасибо большое. Ну, а, друзья, сейчас можно посмотреть еще раз таким взглядом заведущим, подумать, что как здорово, что у молодых ребят, детей есть возможность научиться чему-то интересному. Вот, пожалуйста, фигуры, изъятые из 3D-принтеров, я так понимаю, разного объема, разного, какого-то такого количества. Можно напечатать что угодно, хоть себе кого-нибудь на память, хоть себя, самого любимого. Ну, и встречайте наших сегодняшних гостей. Екатерина Кирсанова, преподаватель по робототехнике. Здравствуйте, Катя. И у нас с нами здесь Максим Саламов, преподаватель по программированию. Здравствуйте. Катя, ну, мы тут за эфиром выяснили, что Катя у нас учится в педагогическом университете, немножко далеком от робототехники. Как так сложилось? На самом деле, давно интересовало это направление, и когда появилась возможность как-то саморазвиваться и в будущем развивать детей, я воспользовалась возможностью. В каком факультете учитесь? Физика и информатика. То есть, в принципе, получается, что как бы давно этим интересовались и решили вот сейчас свою мечту воплотить. Чему учите на своих уроках, дисциплинах своих? На самом деле учим немножко физики, потому что без этого никуда, иначе правильно, грамотно робота собрать немножечко трудновато. Да. И информатики, то есть, чтобы робот начал жить, чтобы он начал двигаться, программировать нужно уметь его правильно. Денис, у меня такой вопрос. Ну, набирая команду, чем-то руководствуетесь? Какими-то, не знаю, стремлениями человека, личными, качествами, какими-то данными, пятерками за предметы? Ну, пятерки – это, на самом деле, не столь важно по опыту. Ну, в целом, наверное, многих людей, которые так или иначе стали успешными… Кто-то вообще не закончил. Кто-то вообще не закончил, да. Множество примеров есть. Но на самом деле, в первую очередь, мы руководствуемся мотивацией. То есть, если человек действительно замотивирован, если видно, что он хочет заниматься и работать в этой сфере, то, конечно же, мы будем ему рады. И мы обязательно такого человека себе возьмем. И в первую очередь, я даже могу сказать, что это не только мы набирали, но и нас находили. То есть, выходили на нас, с нами связывались. И в первую очередь, я благодарен этим людям, которые с нами действительно много работают и очень много своего времени тратят за их мотивацию, да, и за их самоотверженность, за их искренность в том, что они делают. Как много приятных слов, да, можно услышать от руководства? Нет, у нас не было руководства. К счастью, вот так нам повезло. У нас есть команда, команда, которая занимается проектом и команда, которая занимается, ну, как нам кажется, важным достаточно делом. Давайте посмотрим фотографии. Интересно же все-таки, что там на занятиях по робототехнике делают. Катя, рассказывайте. Мы сейчас будем видеть фотографии на экране. Я так понимаю, конструктор. У всех был конструктор в детстве. Ну, всех, да. Железный. Потом был как раз-таки вот этот вот самый Лего. Что делаете на занятиях? На занятиях, на первых занятиях учимся правильно собирать детали. Это была тема несущей конструкции. Собирали как можно более крепкую, высокую башню. Так, я так понимаю, знакомитесь с какими-то элементами, вот вы уже сказали, физики, чтобы стояло, чтобы не упало. Крепко, да. Здорово. Ну, как раз Екатерина, собственно, у нас в центре и сейчас обучает детей. Девчонки-то есть на занятиях? Как, кстати, вот соотношение? На самом деле, девчонки есть, но немножко, но молодцы большие. Да? То есть справляются не хуже мальчишек. Понятно. Ну, а вот какова, может быть, цель такая финальная, именно занятия по робототехнике? Какой-то экзамен будет? Какая-то, не знаю, суперзадача, задание какое-то? Будет, но узнаем об этом позже, да. То есть всех карт раскрывать не будем? Не будем. Ладно, хорошо, переходим к Максиму. Максим, тоже, наверное, какая-то история своя попадания в преподавание и вообще, как бы, чем по жизни занимаетесь, как нашли ребят? Да, конечно, история своя. Ну, начнем, наверное, с того, как я начал интересоваться программированием. Это началось с появления первого компьютера где-то в классе пятом-шестом. Я понял, что мне интересно не просто играть на нем, а мне интересно узнать, как это все работает. Но сначала играли, как и многие. Да, конечно, безусловно. Сначала играл, но довольно быстро я понял, что хочу развиваться и хочу больше узнать об этом. И впоследствии, после того, как я закончил, я поступил в аэрокосмический университет, конечно же, на техническую специальность, которую сейчас я уже заканчиваю. И с того времени я постепенно читаю, узнаю что-то новое. И уже на младших курсах я узнал о том, что есть такие инновационные центры, где можно обучаться робототехнике, можно самому развиваться и можно преподавать. И один из них я нашел, я пришел поговорить с ребятами. Я поговорил с Денисом, с Машей, с Димой. Ребята рассказали мне, я очень заинтересовался этим проектом. И в последующем я понял, что в ближайшее время я останусь здесь, потому что мне это интересно. Ну вот понятно сейчас, самые маленькие ребята, которые приходят на занятия к вам, это какой возраст? Самому младшему нашему учащенку... Младшему научному сотруднику? Младшему научному сотруднику 7 лет. Ну и каковы вот, если сравнивать себя, да, в 7 лет и их в 7 лет? У них, естественно, доступ к технике, доступ к гаджетам, доступ к компьютерам гораздо больше, чем у нас. Они действительно, наверное, развиваются немножко побыстрее, чем мы. Безусловно, потому что в то время, когда я что-то узнавал, еще даже интернет грузился очень длительное время. С помощью каких-то других устройств. С помощью других устройств. Сейчас же у них есть неограниченный доступ к любой информации, и поэтому то, что сейчас умеют ребята на наших занятиях уже в классе первом, третьем, этого я, наверное, научился этому в классе седьмом только. Ну вот мы видим сейчас занятия. Я так понимаю, это люди приходят, которые хотят свою жизнь связать. Вы все равно ведь спрашиваете так или иначе, кем хотят стать? Да, конечно, мы спрашиваем, мы интересуемся. Большая часть из них, конечно же, хочет связать свое будущее с техническими специальностями, но есть те, кто хочет просто не отставать от времени, чтобы быть в ногу со временем. И те ребята, конечно же, приходят для того, чтобы узнавать что-то новое как раз в нашем центре. Но это что, будущие такие программисты, будущие хакеры? Я не знаю, кто эти люди? Я думаю, эти люди будут хороши в любой отрасли, от робототехники до программирования. Как раз наша задача выявить интерес у каждого ребенка, ведь кому-то действительно будет нравиться больше собирать роботов, создавать какие-то системы, кому-то будет больше интересно программировать. И в последующем мы планируем, конечно же, каждому из ребенок, из детей дать больше того направления, которое ему интересно. Ну а сколько примерно может обучаться ребенок, вот придя к вам, допустим, в младшей школе, может всю свою школьную жизнь заниматься? Может. На самом деле может, просто тематика робототехники, она, по сути, неисчерпаема. Ну да, все растет с каждым годом, да, новые что-то выявить. То есть это то же самое, что изучать какую-то, да, дисциплину глубоко, глубоко в нее погружаясь. Потому что, например, изучая языки программирования, сначала мы изучаем какие-то основы программирования на каких-то простейших языках. Конечно, все с базы начинается. А затем мы начинаем увеличивать сложность, увеличивать сложность задач, и расти в этом направлении можно абсолютно бесконечно. Это то же самое, что повышать свою квалификацию любому специалисту. И на самом деле мы считаем то, что наши дети, которые у нас учатся, они станут в первую очередь качественными, хорошими специалистами. Во-вторых, естественно, у них будет больше шансов на успешное обучение в УЗИ, потому что они будут изначально подготовлены, они будут знать те дисциплины, которые будут преподаваться им в УЗИ уже достаточно хорошо. Они уже, наверное, поймут, что они хотят. Да, естественно, они поймут, что они хотят, или же поймут, чего они не хотят. То есть мы понимаем, что не все ребята, которые у нас учатся, они захотят долгое время учиться, потому что они поймут, что, например, им нравится не программирование, а что-то гуманитарное, например. Или какая-то другая творческая часть, хотя простор для творчества здесь есть, то есть можно создавать подобные 3D-модели и рисовать это все, воплощать это в 3D и потом печатать. То есть простора для творчества здесь много. Вы там андроидов начнете делать, да, Хать? Дай бог. Дронов и всех остальных, и потом будут преподаватели, роботы. Надеюсь, до этого пока не дойдет. Каков, может быть, я не знаю, какая великая цель вашего центра, потому что у нас буквально вот уже минутка остается. Какую цель преследуете, Денис? Цель – это развитие интереса детей к научно-техническому творчеству, подготовка их к дальнейшей жизни, скажем так, взрослой. И, естественно, мы хотим, чтобы выросло какое-то новое поколение инноваторов, действительно людей, которые глубоко в теме, глубоко в теме новых различных наук, знают новые технологии, которые будут, в принципе, успешны. То есть это такая наша основная глобальная цель – это как раз подготовить людей, подготовить детей к будущей жизни технической. Все можно найти у нас на сайте, ЦМИ-63, пожалуйста, заходите, и там можно будет прочитать всю информацию о нас и с нами как-то связаться. Я так понимаю, и те желающие, кто хочет как-то тоже, да, приобщиться к прекрасному и, может быть, чем-то быть полезным вашему центру, тоже может вам звонить, писать, и найти поддержку в команде, где нет руководителей, директоров, и где все молодые, активные, инициативные, и, самое главное, не боятся дарить свои знания самым-самым маленьким, нуждающимся детям, которым хочется чего-то в этой жизни достичь. Великие цели делайте. Спасибо вам большое, но вам, друзья, хорошего дня, всего доброго. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин